ННН Белая пелена окутала города Дагестана. Почему выпавшие в Каспийске и в Махачкале осадки оставили после себя загадочный налет, расскажем в выпуске. Еще один шаг на пути к поясу. Боец Мансур Малачи вернулся домой с очередной победой. Подробнее в спортивном блоке новостей. ННГ Три человека погибли и 31 получили травмы в авариях на дорогах Дагестана за прошедшую неделю. Всего с 12 по 19 февраля было зарегистрировано 27 ДТП. Самая частая причина автопроисшествия – это выезд на встречную полосу. Зафиксированы случаи и с наездом на пешеходов, два из которых со смертельным исходом. Уроженец Хасыртовского района совершил наезд на 6-летнего мальчика, выехавшего на проезжую часть дороги. В результате чего от полученных травм ребенок скончался в больнице. Еще один наезд был совершен жителем Мунцикульского района, вследствие чего погиб 60-летний житель Цумадинского района, который переходил вне зоны пешеходного перехода. Прокуратура республики проводит проверку после избиения школьника толпой сверстников в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Напомним, что в минувшие выходные в социальных сетях появилось видео драки группы подростков в подъезде многоквартирного дома. Участниками инцидента стали учащиеся 8-9 классов 27-й школы Махачкалы. Установлено, что в общем чате в мессенджере один из школьников оскорбил другого. 16 февраля после уроков подростки решили выяснить отношения неподалеку от школы. В отношении родителей и ребят составлены административные материалы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Муфтиятия республики на инцидент отреагировали мгновенно, встретившись в школе со всеми участниками и их родителями. К рассмотрению ситуации по инициативе Духовного управления подключились представители администрации города, МВД и Министерства образования. Подробности у Аиши Тухаевой. В видео несколько подростков накинулись на одного сверстника и жестоко его избивают. При этом тот, кто снимает, радостно повизгивает. Что делать в такой ситуации? Жестко наказывать беспредельщиков, чтобы впредь неповадно было. Вызывать родителей, которые явно совершили упущение в воспитании. Взывать к коллективу школы. Идрис Асадулаев беседовал со всеми причастными. Если, как дагестанец, как горец, сказать, то, что вы сделали во все времена, во все времена истории Дагестана, для горцев это позор. Понимаете? У нас лежачий обид считался позором всегда. Не хватает того, что вы толпой напали, снять это, восхищаться этим. Куда вы насмотрелись? На кого ты равнялся? Вы позорите не только вас самих, вы позорите всю республику, позорите вы. О чем думал? Здесь спрашивают, о чем думал ты, когда это делал? Еще смеются, снимают. Это что? Как тебя зовут? Ты знаешь, что твое имя означает? Сколько тебе лет? Абдуллах ибн Умар, 14-летний юноша, вот для нас кто пример. Человек, который 2600 с лишним хадисом передал уме. Тебя как зовут? Ахмад, имя пророка. Тебе не стыдно вообще? Тебя как зовут? Вас этими именами, дагестанскими, мусульманскими, назвали ваши родители, чтобы вы позорили, что ли, эти имена? Ахмад, Абдуллах совершил такую подлость. Здесь вам сотрудник задает вопрос, никто не отвечает правду. Где ваше мужество вообще? Традиция есть такая, правила есть, кодекс есть у горцев, лежачего не бит. А вы насмотрели эти сериалы, слушай, эти мультики и решили сняться. Один к одному такие сценарии есть, этого последнего, этого сериала. Решили повторить. И это не первый случай. Вот к чему это приводит. Вы думаете, что вы герой, что сделали, что ли? Это просто позор это. С самими подростками Идриса Садулаев и представители МВД говорили больше часа. Директор школы и родители мальчиков также присутствовали при этой беседе. Затем состоялась встреча делегаций с учащимися образовательного учреждения и с их родными. Неужели нельзя сутку один раз посмотреть, чем увлекается ваш сын или же дочь? Это же не единичный, не первый случай у нас в республике. Сколько раз уже мы сталкиваемся с этими? Дорогие родители, В сегодняшний день ваш ребенок может наброситься на другого. В завтрашний день более с крепкими рогами и более с крепкой шеей бычок найдется для вашего ребенка. В этот день кусать локти проблема не решит. Это будет поздно. Самый прекрасный возраст вашего ребенка, вы можете потерять его. Мы видим сегодня, из-за таких инцидентов в основном случаются суициды, в основном случаются убийства. Радуетесь, что вот так обошлось сегодня, без последствий. Могло бы уголовное дело, могли бы сесть эти ребята. Когда кто-то делется, меня знаете, что больше всего надевают в наших слушах, когда я вижу ролики. Ни одного мужчины с этих ребят не оказывается. Мужчина – это тот, который может остановить. Замалчивать проблему нельзя. Сотрудники МВД и ПДН призывают родителей и педагогов заявлять об инцидентах. В избежание более тяжких последствий. Насчет того, что говорит мать, я не написала заявление. Вы не имеете права не писать заявление. Ни один родитель не имеет права не писать заявление. Ни один учитель не имеет права не сообщать и не писать заявление, когда совершается противоправное действие и в школе, и в отношении ребенка. Не будет – не будет. Уже весь процесс есть. Без вас мы сделаем это, если вы не сделаете. И в школу тоже самое. Будет отвечать. Почему 2-3 дня не сообщали? Никто ничего не делал. Тихо молча. Хотя, оказывается, еще другие инциденты были. Айша Тухаева, Ислам Халиков, Дауд Гасанов. Новости ННТ. Махачкала. И к другим темам. Белая пелена охутала после дождей Махачкалу и Каспийск. Необычное явление, в частности, удивило автовладельцев, которые делились в социальных сетях фотографиями своих машин. Как сообщили синоптики, причиной тому стали выбросы цементных заводов в Адыге и Краснодарском крае, которые ветрами были перенесены в Дагестан. В районах Краснодарского края, особенно, где цементные заводы, где добывают мел, гипс, азбест, имеются сильные ветра. Эти ветра по данным гидрометрицентрам России сохранятся и завтра, и послезавтра. Поскольку потоки с северо-запада, они дошли до Дагестана, в Дагестане ветром нет, тишина, спокойствие, она потихоньку оседает. Оно сам по себе, по химическим составам особой опасности не представляет. Наши посты отобрали проби, сейчас делают анализы. Отказ в назначении единых пособий дагестанцам обсудили на заседании Оперштаба под руководством премьер-министра республики. Абдулмуслим Абдулмуслимов попросил прокуратуру республики проверить законность данных решений. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Отметим, что в ноябре прошлого года рассмотрение пособий в Адыгестану было передано в Ставропольское отделение социального фонда России. С начала января в Центры госуслуг, на горячую линию дагестанского отделения соцфонда и в соцсети стали поступать массовые жалобы дагестанцев на необоснованные отказы. Во многих случаях причиной тому послужили отсутствие ННН или регистрации. При этом ННН не предусмотрен регламентом, а во всех направляемых пакетах материалов имеются документы, подтверждающие регистрацию в Дагестане. В ближайшее время республиканское МФЦ направит в прокуратуру официальное обращение. Ночные пожарно-тактические учения провели огнеборцы Махачкалы в одной из больниц города. По замыслу на четвертом этаже здания произошло возгорание, в результате чего огонь стал распространяться по сгораемым материалам во все стороны, образуя при этом сильное задымление в помещении. Тушение таких пожаров осложняется большим количеством людей, которые могут находиться в здании. Огромную роль играют действия персонала учреждения. Именно они еще до прибытия спасателей производят эвакуацию. Цель таких мероприятий – отработка действий не только специалистов МЧС, но и работников больницы. В ходе занятия отработаны взаимодействия медицинского персонала и личного состава 7-й пожарно-спасательной части по эвакуации людей и тушению условного пожара. Поставленные задачи выполнены, цели достигнуты. Спортивный праздник в дагестанских огнях. В Южном городе презентовали открытие нового поля и футбольной секции «Ватан» имени Анатолия Подколоднева. В торжественной части приняли участие именитые спортсмены, легендарные личности. В этот же день прошел Кубок города по футболу среди школьников. Подробнее в сюжете моих коллег. В огнях проживает легенда дагестанского футбола, чемпион второй лиги СССР, капитан Махачкалинского «Динамо» и просто хороший человек Анатолий Подколоднев. Ему 76 лет, профессионал своего дела, но в то же время скромная личность. Сегодня в честь него назвали футбольный клуб «Ватан» в его родном городе. Мне очень приятно, что моим именем, но главное, чтобы ребята сами трудились и достигли больших высот. Первая цель – это, конечно, чтобы ребята участвовали в республиканских соревнованиях. Обязательно это. У нас нет команды в городе. Ну, рядом Дербент в городских соревнованиях, потом в республиканских среди школьников. Потом пускай крапкаются, заметят, увидят, возьмут, пригласят. Там уже от самого зависит. Торжественное открытие клуба состоялось в Республиканском гуманитарном медицинском колледже имени Агабалаева. Полный зал детишек и выступлений именитых спортсменов и известных личностей украсили мероприятие. Изначально мы планируем набрать ребят, которые горят желанием играть в футбол. Есть такие ребята, потому что как только мы запустили информацию о том, что открывается у нас в городе такая секция, как выяснилось, это долгожданное событие для многих семей. И изначально, конечно, мы будем собирать костяк, будет вестись отбор. На местном этапе будем провести соревнования, и уже у лучших ребят, по возможности, есть, конечно, через Федерацию спорта, через Федерацию футбола, Министерство спорта, добываться возможности участвовать на республиканских и региональных соревнованиях. В этот же день презентовали общественности новое футбольное поле, где воспитанники секции «Ватан» и все желающие смогут проводить здесь тренировки и матчи. Газун мягкий, искусственный и позволит играть в формате 5 на 5. Довольно радостное событие для наших огнинцев, для развития спорта, для молодежи, чтобы молодежь там тут не шаталась. Есть место, чтобы прийти поиграть от души, чтобы не шлялись, да, в колянах не сидели. Были очень рады, что больше места можно поиграть, не надо ждать других людей, пока закончат играть. Спокойно можно прийти в любое время поиграть здесь. Сразу после открытия поля организаторы провели кубок города среди школьников по футболу. Без спорта нету жизни. И я вижу, насколько это необходимо для детей, для наших. Вот не хватает для них этого внимания. Из этого решили мы открыть при колледже спортивную площадку, чтобы для них было свободное время, где заниматься. Подрастающие поколения не росли на улице, а занимались своим делом любительством. Мы всегда за здоровый образ жизни и всегда присутствовать, поддержать нашу молодежь, чтобы их направить, прививать им здоровый образ жизни. Футбольный праздник пришли поддержать не только спортсмены, но и религиозные деятели. Ведь спорт – неотъемлемая часть здорового духа. Когда мы еще вот так все вместе объединяемся, приходим, это нас духовно тоже объединяет, укрепляет наше единство, братство, что сегодня тоже очень нужно. Ребята должны перенимать друг у друга хорошие нравы. Человек, когда здоров, ему и поклонение легче делать. Он и как бы поддержка бывает для своей семьи, опора является для своей семьи. Поэтому не занимается вредными привычками, что сегодня тоже очень важно – занять молодежь именно таким хорошим, приятным делом, чтобы они выделяли внимание спорту. Открытие нового спортивного объекта и футбольного клуба в Южном городе удалось благодаря совместной работе местного медколледжа и общественной организации «Ватан». Дагестанские огни открыли новую страницу спортивной истории города. Хамзанур Магомедов, Магомед Магомедов, Дагестанская школа и вольной борьбы на чемпионате Европы в Бухаресте. Золотые медали российской команде принесли хасавюртовцы Абаз Гаджи Магомедов и Ахмед Усманов. Серебро – Гаджи Мурада Рашидова, а третьими стали Магомед Курбанов и Имам Ганишев. Награды чемпионата наши вольники завоевали также в составах других государств. Среди них лучше проявил себя представитель Греции Даурен Куруглиев. Выходиться из Дербента стал первым в весе до 86 килограмм. За весь турнир он отдал соперникам лишь два балла, при этом заработав 35. Напомним, что российская сборная выступала в Румынии неполным составом. Турнир из-за проблем с визами пропустили олимпийские чемпионы Абдул-Рашид Садулаев и Заву Ругуев. Еще один шаг на пути к поясу. Боец Мансур Малачи вернулся домой, одержав вторую победу в Лиге УАН-ФСИ. На турнире в Бангкоке он решением судей одолил экс-чемпиона Лиги из Японии. Курбан Рагимов продолжит тему. Уверенная работа в стойке и контроль в борьбе. Все три раунда поединка против японца Йосуки Саруты полностью прошли под диктовку Мансура Малачиева. Микс-файтер из Махачкалы с первых минут сумел навязать сопернику свой стиль боя, но важным фактором к его победе стал бокс. Все знают, у меня база борьба, я основном борюсь. Ну, как говорится, если план А не сработал, Б включается, но со стойки. Этот соперник японец, он сам тоже джитсер. И достаточно такой опытный, 36 боев у него маканул. И я, когда уже влез в борьбу в первом раунде, я уже понял, он физически уже на самом деле крепким был. И повалить можно было его удержать, тяжело было. И потом я уже продолжил со стойкой уже. Ну, в принципе, я сюда в стойке много попадал и вот так контролировал некоторые моменты и вот так выиграл. Благодаря победе над экс-чемпионом лиги Мансур Малачиев укрепил свои позиции в пятерке лучших бойцов этого престижного промоушена. Дома спортсменов встречают самые преданные болельщики и одноклубники из Universal Fighters. В команде возлагают на него большие надежды и верят, что в ближайшее время боец привезет домой чемпионский пояс. Ну, и у Мансура, и у клуба амбиции, конечно, чемпионские. И сам Мансур подтверждает свой уровень, что он потенциально может стать чемпионом в NFC. И он для этого делает, прилагает все силы, тренируется усердно, стабильно, соблюдает дисциплину и так далее. И поэтому с каждым боем, да. Ну, соперники тоже нелегкие, все такие крепкие, заряженные ребята и, конечно, тяжелая конкуренция. Но мы все надеемся, что он станет чемпионом этой лиги. Этой победой Малачиев закрыл спорное и единственное в карьере поражение от филипинца Джошуа Пассиа. Теперь профессиональный рекорд бойца улучшен до 12-1, что дает ему право в ближайшее время рассчитывать как минимум на претендентский бой. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. На этом у нас все. Для вас в студии работала была Ахмедова. Смотрите наши новости также и в социальных сетях. До скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин